Сегодня я покажу вам еще раз, братья-армяне, как из нас с вами пытаются сделать... Не буду говорить кого, чтобы не заблокировали видео. История Армении. Ее очень давно лепят из непроверенного материала, из обрывочных сведений. Они заставляют нас с вами, далеких от истории людей, верить в эту историю, повторять ее прилюдно, даже с гордостью. Более того, этой, с позволения сказать, истории пытаются дурачить не только нас, но и другие народы, среди которых мы живем. Я предлагаю вам посмотреть отрывок из видео на русском языке, созданной на очень известной продакшн-студии. Посмотрите. Город Ереван является столицей Республики Армения, а также древнейшим городом-столицей на постсоветском пространстве. Жизнь на территории современного Еревана задокументирована еще с Бронзового века, в эпоху появления первых цивилизаций – Шумера, Египта, Вавилона и других. Армянские легенды возводят основание Еревана к Ною, выводя название города из восклицания «Еревац». Еревац – она появилась, якобы сделанного Ноем, когда из-под воды показалась вершина Малого Арарата. Путешественник XVII века Жан Шарден пишет. Еревань, по словам армян, самый древний в мире населенный пункт. Поскольку они утверждают, что Ной и вся его семья обосновались здесь до потопа, а после него спустились с горы, на которой остался ковчег. Да, Жан Шарден действительно это написал. Но почему именно здесь обрывается его текст? Интересно, а что он написал дальше? Давайте посмотрим. Почитаем оригинал. Есть и русский перевод этой части его дневников, но я предпочитаю оригиналы всегда. С первой фразы этого текста вы уже знакомы, этого отрывка из дневника Жана Шардена. Я ее повторю и буду читать дальше. Иреван, по мнению армян, это самое древнее поселение в мире, поскольку они рассказывают, что Ной и вся его семья проживали там до потопа и после потопа, что Ной спустился с горы, там, где пристал ковчег. Рассказывают даже, что это земной рай. Все это очень необоснованно и выдвигается людьми одинаково невежественными и надменными. Есть авторы, которые утверждают, что Иреван – это город, который Птолемей называл Терва и что он является столицей Армении. Другие полагают, что это королевский Артаксад. В истории турок он называется Риц. В армянской же, которую мы наблюдаем в знаменитом монастыре трех церквей, говорится, что этот город называют иногда Вагаршапат, что короли держали там свой двор, что он был построен одним из первых князей этих земель, которого звали Вагар и в честь которого был назван Вагаршапат, дословно город Вагара. Все эти древности достаточно подозрительны, поскольку та же самая история сообщает, что слово Иреван происходит от армянского глагола «видеть». Это имя было дано этому городу, поскольку его территория являлась первым местом, которое увидел Ной, спускаясь с горы Арарат. Однако, каждому известно, что армянский язык – это современный, новейший язык, и он не был известен 700 лет назад. В истории Персии мы не находим ничего о происхождении Иревана, и я не думаю, что он был построен до завоевания арабов в Армении, поскольку ни в городе, ни в его окрестностях нет никаких следов глубокой древности или античности. Теперь, когда мы с вами дочитали этот текст до конца, согласитесь, у нас остается от него совершенно другое впечатление. Авторы фильма сообщили нам всего лишь первую фразу. Им, наверное, не нужно, чтобы мы с вами слишком много знали. Кто эти авторы вы найдете вот на этой картинке или в титрах фильма, о котором идет речь, ссылка на фильм в описании к видео. Я не хочу переходить на личности. Все мы когда-нибудь в чем-нибудь ошибаемся, вопрос только в том, хотим ли мы продолжать ошибаться. Надеюсь, что один армянский историк с блестящим, кстати, образованием, судя по тому, что о нем написано, и один функционер диаспоры изменит свое отношение к нам с вами и начнут нам говорить правду нашему народу, но не только нашему.